Три месяца без мамы. Тогда и появился этот крик отчаяния на маске, вспоминает Маша. Девочка вместе с сестрами и братом была вынуждена жить в другом городе у бабушки, пока ее мама сражалась с коронавирусом в красной зоне Мэтичинской больницы. Маша понимала всю серьезность и хотела хоть как-то помочь медикам, которых дома продолжают ждать. На фото сначала обратили внимание неравнодушные прохожие, потом все социальные сети и сейчас о Маше из Мэтич, которая ждет дома маму, говорит вся Россия. Чтобы люди, может быть, задумались и стали надевать маски. И тогда вирус не будет распространяться, и мама не будет так часто попадать на работе, и мы сможем вместе больше проводить время. За это время Маша быстро повзрослела, отмечает заместитель директора 32-й школы Лариса Яковлева. На ее юные плечи упали хлопоты по дому и присмотр за младшими сестрами. Ответственное отношение к любому делу, и не только ответственное, но еще и творческое, креативное, а также неравнодушие к любой проблеме, человеческой проблеме, любой проблеме в школе. То есть она всегда готова прийти на помощь, но и в этом случае она, конечно, проявила такое вот неравнодушие, придумала какой-то свой ход в этой ситуации. Я надеюсь, все ребята узнают и все поддержат. Особенно наше школьное самоуправление. Я думаю, что мы продолжим вот это дело, начатое Машей. Ребята действительно одноклассницу поддержали. Для них фото со знакомым лицом во всех соцсетях стало неожиданностью. Но все говорят, что Маша всегда была активной, поэтому ее идея кого-то вдохновила, кого-то восхитила, но не удивила. Мне эта идея очень понравилась, потому что она пыталась подвинуть людей на то, чтобы они защищали и себя, и других людей от болезней. Ну, я поддерживаю, говорю, что она молодец, что решила заняться таким благородным делом. Ведь, ну, не каждый так сделает. Дай-ка гляну, что случилось. И увидел новость. Сразу она мне понравилась. И сейчас я подбадриваю Машу, чтобы она дальше шла. Что все было хорошо у нее. Маша же признается, что в школе многие начали проявлять больше интереса к ее персоне. Ее поступок вдохновила местную типографию. Там выпустили маски с такими же надписями и вместе со школьницей раздали их мытищинцам. Большинство положительно реагировали и надевали маски. И, ну, какая-то улыбка, может быть, у них оставалась на лице. Маша по-прежнему ждет маму дома. Девочка уже смотивировала сотни людей надеть маски. Стала более требовательна и к себе. Маша старается не расстраивать маму и радовать ее успехами в школе. Ведь именно это помогает каждой женщине находить в себе силы. Тем более, когда спасаешь людей. Дарья Кулакова, Константин Химичев, Первый Мытищинский.